МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Филиппинский президент Родриго Дутерте, тот самый, что лично казнил наркодилеров, теперь взялся за нового врага. По его приказу полиция и спецслужбы начали охоту на коммунистов. В этой охоте президент требует не обращать внимания на права человека и не пытаться взять противника живьем". Родриго Дутерте – личность легендарная. Получивший юридическое образование и долгое время работавший адвокатом, придя в политику, он тут же начал нарушать закон. По-другому объяснял сам Дутерте и нельзя было. Ведь политикой он занялся в 80-е годы, когда страной во многом правила наркомафия, запугиванием, взятками и шантажом, решавшая все проблемы с полицией и судами. Тогда-то Родриго Дутерте, ставший сначала вице-мэром, а затем и мэром одного из крупнейших филиппинских городов Давао, и взялся за внесудебные расправы с мафиозем. По его тайному приказу был создан отряд убийц, получивших приказ искать и уничтожать на месте любого, заподозренного в контрабанде или продаже наркотиков. Через какое-то время чиновник перестал скрывать свою причастность к этим расправам, дошло даже до того, что Дутерте начал хвастаться тем, что лично принимал участие в нескольких казнях. И эта публичность принесла ему общенациональную популярность. В стране, где кроме наркомафии, вольготно чувствуют себя группы вроде ИГИЛ и Аль-Каиды, где действуют несколько вооруженных сепаратистских армий, мечтающих о создании своих государств на территории Филиппин, в этой стране политик, обещающий мир и спокойствие, пускай и не всегда достигнуты законными методами, вот такой политик обречен на успех. Пересев в 2016 году из мэрского кресла в президентское, Дутерте продолжил свою войну с наркомафией, а заодно и включился в новые с сепаратистами и экстремистами. По правде говоря, все эти войны идут, ну скажем так, с переменным успехом. Наркомафия не истреблена, ИГИЛовцы в 2016 году смогли на несколько дней установить контроль над целым городом, сепаратисты продолжают свою партизанскую борьбу на национальных окраинах. Так что эти войны, скорее всего, будут идти еще долго. Единственный, с кем Дутерте обещал не воевать, а договариваться миром, это коммунистические повстанцы, действующие в подполье с 1968 года. Филиппинский президент – сам человек левых взглядов. В молодости так вообще был близок к руководству коммунистической партии, поэтому в ходе избирательной кампании настаивал на том, что сможет договориться с коммунистами по-хорошему. Но не вышло. Переговоры, начатые в 2016 году, с самого начала шли кое-как и порой прерывались боевыми действиями. Власти то сажали в тюрьмы тех, кто симпатизировал подполью, то выпускали их. И вот в конце прошлой недели Родриго Дутерте, похоже, окончательно определился с тактикой борьбы против коммунистов. Он отдал приказ покончить с коммунистическими повстанцами в стране. И на всякий случай даже отдельно пояснил, какой смысл вкладывается в слово «покончить». Президент настаивает на том, что они должны быть убиты. Дутерте также заявил, что готов в будущем сесть в тюрьму, за нарушение прав человека и сказал, что берет на себя ответственность за все действия силовиков в ходе новой волны насилия. Силовики, к слову, рьяно кинулись исполнять указ президента и уже через два дня отчитались об убийстве как минимум девяти человек, обвиненных в руководстве ячейками повстанцев. Десятки человек задержаны, и об их судьбе пока ничего не известно. В президентском окружении хвастаются достижениями полиции и уверяют, что существующее уже больше полувека подполье вот-вот будет разгромлено. Его руководство потеряло контроль над ситуацией и лихорадочно ищет пути спасения. Судя по всему, в рядах подпольщиков действительно царит паника. Ведь прежде какие-никакие правила и обычаи войны соблюдали обе стороны конфликта. А тут одна, причем заведомо более сильная, взяла и отказалась от всех условностей. Правда, паникуют не только повстанцы. Вполне легальная мирная оппозиция заявляет, что под видом коммунистических боевиков на филиппинские подвалы отправляют профсоюзных лидеров и авторитетных критиков Дутерта. Но избиратель в такие тонкости не вдается. Раз власть говорит, что это враги, значит это враги. И этому избирателю к ближайшим намеченным на следующий год президентским выборам власть принесет еще одну победу над очередным врагом.